Это мы в Пловдиве. Мы говорили, что мы едем в Пловдив. Ну вот, мы здесь. Болгарский Пловдив – один из древнейших городов мира. На 2019 год Пловдив получил статус культурной столицы Европы. И мы приехали на открытие этого грандиозного мероприятия, которое продолжалось три дня. Но об этом событии будет рассказ в отдельном видео. А сейчас посмотрите, какой интересный магазин антикварных игрушек мы увидели в Старом городе. Интересный магазинчик. Да, это старый, там как фарфор. Фарфор, да. Да, фарфор, пингвин. Ну и как этот у вас бизнес? Хороший бизнес? У меня 15-20 год только соседей занимаются. С игрушками сразу. Но у вас много покупают? Нет, я продаю на интернет. А, вы в интернете продаете? Так мы вас на YouTube поставим. Может у вас... У нас есть YouTube-канал, может быть вас... Вот как раз вы привлечете внимание. А так к вам заходят, может быть, туристы, да? Приобретают? Сутринта, днеска сутринта, где организаторы, это... Забрали, да, мероприятия. Где-то отбывают просто за видео, за звук, немцы, германцы... Нет, да. Шумасовки. Сколько стоит это? Толка. Нет проблем. Это сколько, толка. Нет проблем. И все забрали? Да, забрали. И нас сколько забрали? Значит, это хорошие игрушки. Где-то и русские, и болгарские. Ага. И они все забрали? Нет, просто сувенир. Там в Западной Европе игрушки много. Стоит? Да. Ну, только здесь много русских игрушек. Значит, русские игрушки они ценят больше. Да. Ясно. Интересно, как видите. А зовут вас как? Меня Антон зовут. И Антон зовут? Антон, да. И имя русское. И шапка русская. Да, и шапка пинская. Пинская, да? Да, пинская. Понятно. Старая шапка. Старая, точно, да. Сейчас, сейчас, нет, в Союзе есть такие хорошие. Нет, уже нет. Я объяснила Антону, что у современных шапок-ушанок уши уже не настоящие, а обманные в целях экономии меха. Духи, спереди просто такой сувенир. Классно. А что еще есть русское у вас? Много. Мишта? Русские. Вот это русские, вот это русские. Машинки? Да, это петерорусские. А я и узнала, да? Это тоже русские. Это русские, но может быть Украина. А я думаю, нет, это Прибалтика, наверное, какая-нибудь. Прибалтика, можно, да. Латвия или кто-то. Латвия или Эстония. Да. Здорово. А космонавт не русский этот? Нет, это германский. Это немецкий? Немецкий. У Бати он работает только с монеткой. Марки. Потому что немецкий, без монеток не работает. То есть туда надо положить. Да, положить, но только марка. Нет евро. Все, понятно. Теперь же... А марок уже нет. А марок нет. Вот так, а это... Марки уже все. Машинки. На очередь даже. А нет. Папирал здесь, полная, тоже искупают. А, есть все? Да. Ну, это уже нумизматы, наверное. Нет, я не только... Мой интерес, мой бизнес только... Оригинальные, да, потому что они старые. Да. Русские матрешки. Ну-ка, посмотри, они вообще открываются. Да, они друг в друге. Вот в этой большой стоят, да? Открываются, да. Тут и столы-то есть. Разделитель открывается. Откуда она у вас? Как откуда? Люди приносят. Да, я сходу на рынок. Вы их на рынке купили? Да, да. Ну, а под конец русская красавица нам даже сплясала. Несмотря на свой возраст. Просто трава... Место. Не, просто разное место. Вверх, поняли? Таинственная... Нет, это Левенградский металл-изделиозавод. Ага. Тут. Интересно, а у вас сохранились игрушки старых времен? Поделитесь в комментариях. Поделитесь в комментариях за счетheits. В